Беларусь планирует удвоить доходы от транзита и подняться в мировом рейтинге эффективности логистики. Это предусматривает концепция развития логистической системы до 2030 года, которую утвердил Совет Министров. Удвоить хотят не только доходы, но и сам объём логистических и транспортно-экспедиционных услуг по сравнению с 2016 годом. Ещё одна цель – улучшить позиции Беларуси в мировом рейтинге по индексу эффективности логистики. Рейтинг учитывает такие показатели, как инфраструктура, качество обслуживания, надёжность отгрузки товаров и эффективность пограничного контроля. Беларусь примет на оздоровление детей из Китая и Сирии. Распоряжение о финансировании подписал глава государства. Более 300 ребят из КНР и 150 из Сирии летом отдохнут в санаториях Зубрёнок и Ждановича. Также в программу включены экскурсии по Нарочанскому краю, замкам Беларуси и другим достопримечательностям. Это позволит укрепить гуманитарную инициативу и дружественные отношения. Рождественская акция прошла сегодня в Брестском родильном доме. Поздравить мам с рождением детей пришли представители Брестской епархии. Традиции, когда православное духовенство навещает новорождённых и благословляет их уже несколько лет. 7 января здесь появились на свет 8 малышей, 6 мальчиков и 2 девочки. Все мамы получили подарки. Всего в роддоме в первую неделю Нового года появились на свет 114 детей, а регион по-прежнему держит планку лидера в стране по количеству родов. Только в областном роддоме ежегодно эта цифра достигает 6000.